Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Если вы еще на нас до сих пор не подписались, рекомендуем подписаться. На нашем канале много полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных автомобилей, в том числе и обзоры разных форматов. Ну а если вас интересуют автомобили в наличии в нашей компании, либо вакансии, всю эту дополнительную информацию уточняйте по ссылочкам, которые будут в описании. Героя нашего сегодняшнего обзора можно смело называть культовым автомобилем на территории нашей Родины. Эту машину очень любят и до сих пор большое количество людей пытается найти себе подобную в живом виде. Ключевым преимуществом перед конкурентами у этой модели будет ценовая политика. Не в том плане, что купить такой автомобиль можно дешево, а в том, что со временем они не только не теряют в цене, а значительно прибавляют. Поэтому рассматривать покупку Honda CR-V третьего поколения можно как своего рода инвестицию. Правда, при условии, что машина будет живой. Ну а о том, с чем можно столкнуться в нашем сегодняшнем обзоре. Honda CR-V третьей генерации в кузове RE появилась в 2006 году. На конвейере эта модель простояла на самом деле не так уж и много. Последние экземпляры покинули сборочные линии в 2012. В 2010 году машину провели через рестайлинг, в ходе которого обновили внешность. Правда, достаточно аккуратно. На российский рынок эти автомобили шли только с бензиновыми двигателями. Объем 2.0, 150 лошадиных сил. Такой агрегат мог сочетаться либо с механикой, либо с автоматом. И вариант с двигателем 2.4 на 166 лошадиных сил, только с автоматической коробкой передач. У российских CR-V привод только полный, а сборка британская. Сегодня у нас на подъемнике рестайлинговый автомобиль 2011 года выпуска 2.4, 166 сил, автомат полный привод, родной пробег 186 тысяч километров. Габаритные размеры Honda CR-V третьего поколения. Длина кузова 4 метра 57 сантиметров, ширина 1,82 метра, а высота 1,67 метра. Колесная база здесь не такая уж и большая, 2 метра 62 сантиметра. Радиус разворота почти 6,5,9 метра. Снаряженная масса 1593 килограмма, если говорить про версию с мотором 2.4, а максимально разрешенная 2 тонны 80. Что касается толщины и качества окрасочного покрытия, в плане толщины окраса Honda CR-V типичный японец своего времени. Разброс показаний толщиномера для родной краски здесь лежит в диапазоне от 80 до 120-130 микрон. Правда, с поправкой на большое количество полировок кузова на некоторых экземплярах толщина ЛКП, скорее всего, будет в районе 110-115 по верхней границе. Качество окрасочного покрытия стандартное, как на большинстве других машин Honda CR-V третьей генерации. Далеко не бронированные сколы и царапины на этих кроссоверах дело обыденное. Если говорить про какие-то характерные проблемы для третьего кузова, то это быстро мутнеющий пластик фар головной оптики, который требует периодически восстановительной полировки. А на самых старых автомобилях могут выгорать отражатели в линзах, что приведет к практически полному отсутствию света и необходимости эти линзы менять. Также характерной проблемой для Honda CR-V будет провисание переднего бампера. Причем делает он это практически только под собственным весом. И если брать версии в обвесах Mugen, то на них эта проблема проявляется в полный рост. Причем намного раньше, чем на стандартных вариантах. Кроме того, при осмотре Honda CR-V в любом виде и любого года обращайте внимание на отсутствие коррозии по нижней кромке дверей кузова. Для данных автомобилей это, в общем-то, характерная проблема. Особенно для тех, которые изрядную долю своей жизни эксплуатировались в регионе, где в ходу реагенты. Также еще один момент по кузову, связанный уже с коррозией. В основном характерный для дорестайлинговых автомобилей до 2008-2009 годов выпуска. Коррозия здесь поражала крышку багажника в районе стыка с хромированной накладкой. Поэтому встретить CR-V с неперекрашенной крышкой багажника на самом деле большая удача. Но при осмотре поддержанных экземпляров, имейте в виду, что пятые двери дилера в свое время перекрашивали в рамках гарантии именно по причине появления здесь очагов коррозии. Совсем не обязательно, что машина была ударена в заднюю часть. Коррозия на этих автомобилях страшна не только для низов дверей, но и для контактной группы датчиков парктроника на возрастных CR-V. Данная опция очень часто не функционирует. Обзор автомобиля внутри начнем по традиции с багажного отделения. Доступ куда нам открывает довольно большая по своей площади крышка. Если автомобиль полностью комплектен после предыдущего собственника, то в данном случае вы будете наблюдать несколько рядов полок. Средняя из которых предназначена для очень небольшой нагрузки порядка 10 кг и чаще всего отсутствует в поддержанных автомобилях именно она. Каталожный объем багажного отделения третьего CR-V 442 литра при поднятых спинках заднего ряда и 995 присложенных. Вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Проем не кажется широким, но это визуально. На самом деле ширина здесь метр 10 по средней части. Солидные показатели в плане высоты 93 сантиметра до фальшпола. Ширина багажника по полу в его наиболее узкой части 106 сантиметров. А расстояние от задней двери до спинки сидения 96 сантиметров. Для перевозки длинных грузов в этом автомобиле вы можете отдельно сложить среднюю секцию сидения. Таким образом, перевезя здесь, например, лыжи и двух пассажиров, что удобнее, чем при классической схеме, когда сидение складывается в пропорции 2 трети к 1 трети. Максимально длинный груз, который здесь можно будет перевезти при таком варианте трансформации, порядка 246 сантиметров. В случае же, если груз не длинный, а вам просто нужен объем, вы складываете заднее сидение. Причем в данном случае оно складывается на тот же манер, как и в Mitsubishi Outlander XL. Таким образом, обеспечивая вам практически ровную погрузочную площадку по полу. При таком варианте трансформации длина по полу составит 150 сантиметров. Из дополнительных фишек в багажнике Honda CR-V, помимо уже упомянутых двух ярусов полок, здесь присутствует плафон освещения сверху с принудительным включением, 12-ти вольтовая розетка с левой стороны и кармашек по правой стороне, где можно что-то поставить и зафиксировать при помощи резинки. Подобная же опция с двумя липучками присутствует у нас и в верхней части боковой панели. Ну а под фальшполом скрывается штатный инструмент и запасное колесо в виде докатки. Что касается интерьера третьего CR-V, в чем-в чем упрекнуть этот автомобиль в отсутствие запаса пространства точно не получится. При моем росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать за рулем этого автомобиля оптимальную посадку. Здесь регулируется рулевая колонка, причем диапазон регулировки достаточно-таки неплохой. Правда, она механическая. В данной комплектации, а это экзекутив, то бишь максимально возможные электроприводы водительского сидения, и в случае, если я отодвину кресло до упора назад и вниз, я практически выпрямляю левую ногу в колени. Так что с подбором удобной посадки вопросов здесь быть не должно. Несмотря на наличие люка, запас пространства над головой тоже еще достаточный. Опора под локти присутствует как с левой стороны в виде обтянутого кожей подлокотника на дверной карте, так и справа. В данном случае подлокотники не имеют регулировки по высоте, но находятся там, где и должны быть. Причем у пассажира есть ровно такая же опция. Как и на предшественниках, у третьего ЦРВ нет сплошного тоннеля между передними креслами. Поэтому, если вы припарковались так, что невозможно открыть водительскую дверь, вы можете спокойно покидать салон через дверь пассажира. Этот интерьер не назовешь суперсовременным. Да, он пластмассовый. И да, здесь жесткий пластик, зато довольно износостойкий. Ну, а в том, что касается удобства управления и эргономики, в плане отсутствия здесь засилия каких-то клавиш, либо ЖК-дисплеев, как это происходит на современных автомобилях, то это даже хорошо. Под левой рукой у вас стандартный блок управления стеклоподъемниками, передние стекла с автоматическим режимом. Здесь же центральный замок, блокировка стеклоподъемников, и с левой стороны блок клавиш управления боковыми зеркалами, кнопка складывания и регулировок. Слева от них огромная кнопка включения-выключения системы стабилизации ВСА. На рулевом колесе две группы клавиш. Левая ответственна за мультимедийную систему. Правая – это круиз-контроль. Плюс клавиши, позволяющие листать меню бортового компьютера. Подрулевые переключатели на своих местах. У них очень короткий ход, пользоваться ими удобно. В слепой зоне справа припрятались клавиши управления омывателем фар и парктрониками. Климат-контроль здесь полностью автоматический, двузонный. Есть маленький дисплей, он довольно-таки хорошо читается. Ну а что касается дополнительных клавиш управления климатом, то, к большому сожалению, в случае, когда селектор коробки стоит в положении паркинг, он затрудняет доступ к центральной части, то есть включению режима обдува лобового стекла. С правой стороны здесь обычная заглушка. Греются на этом автомобиле боковые зеркала. Включается это все по хондовской традиции единой кнопкой с подогревом заднего стекла. А подогревы сидений вынесены на центральный пьедестал между передними креслами. Сам селектор коробки здесь абсолютно привычный, классический, с кнопкой блокировки и клавишей выключения овердрайва, то бишь пятой передачи. Конструкция стояночного тормоза может отличаться в зависимости от рынка сбыта автомобиля. На европейских вариантах ручник хоть и выглядит необычно, но находится в привычном месте. На некоторых машинах, например, Honda CR-V для корейского рынка, стояночный тормоз активируется при помощи педали, то бишь представляет собой ножник. Но на таких моделях и клавиши подогрева сидений тоже располагаются совершенно в другом месте. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В данном случае на широком центральном пьедестале у нас два подстаканника. За клавишами подогрева сидений небольшая полочка и под сдвижной крышкой довольно вместительный центральный бокс. Бардачков здесь два. Верхний перчаточный ящик очень небольшой по объему и подойдет разве что под мелочевку. Нижний тоже не поражает воображение своим объемом. Можно сказать, что верхний и нижний бардачок вместе здесь окажутся по объему меньше, чем, например, на Nissan Qashqai. Зато есть фишка, недоступная большинству автомобилей. В потолочном отсеке для очков прячется панорамное сферическое зеркало, которое позволяет вам контролировать происходящее сзади. Если вам приходится возить на заднем сидении ребятишек в детском кресле, эта опция подойдет вам как нельзя кстати. Что касается комбинации приборов, здесь все по классике. Два колодца и дисплей бортового компьютера. Указатели температуры двигателя и уровня топлива. В данном случае цифровые. Все хорошо читается и палитра практически не вызывает вопросов. Практически благодаря наличию довольно ядовитого синего цвета. Что касается обзорности, у этого кузова с ней все в полном порядке. Боковые зеркала здесь огромные по площади. Плюс по бокам имеется дополнительное закругление, которое практически нивелирует мертвые зоны. Капот при некотором положении водительского кресла в плане высоты оказывается практически видимым. Лобовое стекло не похоже на амбразуру. Да и линия бокового остекления здесь не сказать, чтобы была слишком уж высокой. С парковкой задним ходом изначально призваны были помочь парктроники. Но предыдущий собственник поставил сюда дополнительно вместо штатной мультимедии планшетный компьютер на базе андроида и камеру заднего вида. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается пространства сзади. Первое, что успеваешь отметить, это практически полностью плоское сидение. Касается это в основном подушки. Если передние кресла имеют хоть какой-то выраженный профиль, здесь этого нету. Все рассчитано под размещение трех человек. При этом сама подушка значительно выше, чем подушки на передних местах. Никакого тоннеля на полу нет. Пол абсолютно плоский. Расстояние от коленок до сидения в данном случае практически отсутствует. Но это моя регулировка сам за собой. А мой рост метр восемьдесят шесть. Но при этом мои колени еще не контачат с самой спинкой. Спинка, кстати говоря, хоть и обтянута тканью, но при этом жесткая. Пространства над головой здесь достаточно. Даже при такой регулировке спинки сидения. Ее можно выставить в удобное вам положение. От практически вертикального до полулежачего. Также к услугам задних пассажиров откидной подлокотник, в котором скрываются два подстаканника. Подлокотники на дверной карте обтянуты кожей и аналогичны таковым спереди. Дополнительный отсек под бутылочку имеется в маленьком кармашке внизу самой дверной карты. Ну а никаких дополнительных удобств в виде, например, подогревов или отдельных дефлекторов вентиляции для задних пассажиров здесь, увы, нет. Однако отправляться в дальнюю дорогу на заднем сидении третьего ЦРВ вполне себе комфортно. Ну а теперь к подкапотному пространству. Самым желаемым вариантом, конечно, является максимальный по объему 2,4-литровый двигатель. Его маркировка на европейских ЦРВ, которые продавались официально, К24З4. И это важный момент. Если вы возьмете двигатель 2,4-литра от машины на другой рынок сбыта, например, от японца или корейца, то маркировка будет отличаться. Так, на корейских вариантах стоял двигатель К24А1. Если при замене мотора на контракт случится поставить несовпадающую модификацию, у вас вполне могут возникнуть проблемы при оформлении подобной замены в ГИБДД. К24З4 выдает 166 лошадиных сил и 220 ньютон-метров крутящего момента. Такая динамика для обычной эксплуатации будет достаточно, как в городе, так и на трассе. Конструктивно К24З4 – это рядная четверка с алюминиевым блоком. Здесь два верхних распредвала и цепной привод ГРМ. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Конечно, присутствует система Айфтек. А вот гидрокомпенсаторов нет зазора клапанов, приходится регулировать самостоятельно и делать это раз в 45 тысяч километров. По крайней мере, такой интервал предусматривает заводской регламент. Объем заливаемого в этот двигатель масла – порядка 4,2 литра. Из характерных проблем, пожалуй, самой неприятной и дорогостоящей для К24З4, помимо проблем с поршневой в случае, когда автомобиль прошел уже свыше 300 тысяч километров, может быть износ выпускного распредвала, который в начальных стадиях может проявить себя в виде постороннего звука из ГБЦ, ну а на более поздних появится уже неровная работа двигателя и ошибки по фазам. Вполне возможно, что в случае, если подобная проблема вас настигнет, вы и купите где-то отдельно сам распредвал, хотя цена вас точно не порадует. Но на всякий пожарный подобные вещи лучше избегать. Поэтому перед покупкой желательно показать понравившийся вам экземпляр ЦРВ профильному сервису. В остальном К24З4 далеко не страшен. Назвать существенными проблемы с небольшим ресурсом подушек двигателя или с подтекающим сальником коленчатого вала, пожалуй, язык не повернется. В остальном же К24З4 мотор надежный. Проблемы есть, но они не обременительные. И не сказать, чтобы слишком критичные. Например, здесь не очень большим ресурсом отличаются подушки двигателя. Частенько встречается течь заднего сальника коленчатого вала. Ну а в плане расхода масла на угар все зависит от состояния поршневой и от пробега силового агрегата. Вообще же до 300 тысяч километров эти моторы, как правило, ходят без особых вопросов. Младший по объему двухлитровый агрегат носит индекс R20A2. Он выдает 150 лошадиных сил. Конструктивно он попроще, чем 2,4. Проще тем, что у него всего один-единственный распредвал. Такой же цепной привод ГРМ и все так же нет гидрокомпенсаторов. С точки зрения надежности и рисков попасть на дорогостоящий ремонт, двухлитровый вариант предпочтительнее. Тем более, что в плане динамики между этими двумя автомобилями в городе до 80 км в час разница не будет особо заметна. Благодаря более острой настройке педали газа на двухлитровом варианте. А вот на трассе при полной загрузке дополнительные ньютонометры крутящего момента уже пригодятся. Еще одним отличием между двухлитровой и 2,4-литровой ЦРВ будет конструкция рулевого управления, вернее его усилителя. На 2,4 машинах усилитель гидравлический. Соответственно, при осмотре желательно проверять рейку, в том числе и на подтеке, а не только на стук и люфт. На двухлитровых машинах усилитель электро. Соответственно, вопросов с протечками магистрали системы ГУР на таких вариантах уже не будет. Что касается коробок передач, редкой версией является ЦРВ с двумя литрами на механической КПП. Подобные коробки крайне надежны. Даже ресурс сцепления на них весьма немаленький, под 150 тысяч километров пробега. Интервал замены масла в механике 60 тысяч. Ну а если говорить про классические АКПП на 5 передач, которые сюда устанавливались, то это коробки собственной разработки Хонда. В отличие от Тойоты или Ниссана, они не закупали трансмиссии у сторонних производителей. КПП здесь крайне надежные. Они спокойно работают под 200 и 250 тысяч километров, но требуют довольно частой замены рабочей жидкости. Интервал по заводу 45 тысяч. Ну а перед тем, как поговорить про подвеску Хонда ЦРВ третьей генерации и посмотреть на автомобиль снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету. Все-таки для кроссовера это показатель важный. Вооружимся рулеткой и проверим, как обстоят дела с этим параметром. Низшая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека и до нее от асфальта всего 17 сантиметров. Всего, поскольку по легковым меркам это солидный показатель, но по меркам кроссоверов есть машины, которые оказываются на практике повыше. Резиновый брызговик под передним бампером находится на расстоянии 19 сантиметров от земли, а сам край бампера в 25. Расстояние до поддомкратника за передним колесом 27 сантиметров. Задняя часть повыше 28, до брызговичка 21. Ну и задний бампер, вернее его брызговики, находится на расстоянии ровно 30 сантиметров от поверхности земли. Так что в целом, в плане геометрической проходимости, у Honda CR-V все благополучно. Ну а перед тем, как перейти к разговорам о ходовой части CR-V, пара моментов, которые следует знать про коробку передач. Вернее, не про саму коробку, а про связанную с ней проблему. Проявляется она зачастую только во влажную погоду, либо после хорошего прохвата по глубокой луже. Некорректная работа КПП плюс постоянно моргающий индикатор режимов трансмиссии на приборной панели. Ошибка на сканере P0847. Чаще всего причиной является проблема с контактной группой датчика третьей передачи, расположенного на самом корпусе коробки, довольно низко и открыт для внешних воздействий. Датчик можно либо заменить, либо зачастую обойтись его чисткой и просушкой, когда после установки его на место все начинает работать без ошибок. Ну а теперь про ходовую часть. В плане конструктива передняя подвеска CR-V традиционна для современных машин. Это Макферсон. Шаровые опоры в данном случае у нас на болтовом соединении. Поменять ее можно, не снимая весь рычаг. Доступ к креплениям стабилизатора поперечной устойчивости здесь также достаточно неплох. И для замены втулок подранник скидывать не придется. Если говорить про слабые места, то в передней подвеске этого автомобиля в основном менять приходятся рулевые наконечники, которые не отличаются даже в оригинальном виде особым долгожительством. Как правило, на пробегах до сотки их уже успевали заменить. То же самое касается стоек стабилизатора. В принципе, все остальное здесь ходит 100 тысяч плюс. Даже амортизаторы, на которые были в свое время нарекания с точки зрения ресурса, способны 100 тысяч проехать без каких-либо особых нареканий. Ну а если говорить про рулевую рейку, то постукивать в ней, как правило, к пробегу 100-120, начинает копеечная втулка рулевой рейки, которую не так дорого на самом деле заменить. Если вы смотрите автомобиль с пробегом более 150 тысяч километров, на всякий пожарный проверьте состояние крестовин карданного вала. Были прецеденты, когда приходилось менять их до этого пробега. Но, опять же, не всем так не повезло. Задняя подвеска у Хонды ЦРВ на двойных поперечных рычагах. И наиболее уязвимым ее компонентом на дорестайлинговых автомобилях были пружины. Скорее всего, многие из вас видели Хонду ЦРВ с разъехавшимися домиками с задними колесами. Причиной этому как раз таки садящиеся пружины. Вариантов поправить ситуацию два. Либо замена пружин на новые, либо установка проставок, либо, как вариант, в случае, если ситуация еще не критична, можно установить сюда незаводские регулируемые тяги. Что, собственно, уже проделан на данном экземпляре. И в этом случае, при постепенной просадке пружины, у вас будет возможность скорректировать угол наклона колеса. Таким образом, машина получит корректные установки развал схождения задней оси и не будет подъедать резину. Ну, а что касается системы полного привода, то в данном случае Хонда ЦРВ это именно легковой автомобиль. Основной привод здесь передний. А за подключение задней оси отвечает все та же система двух насосов DPS Dual Pump System, которая позволяет быстро активировать заднюю ось при появлении разницы в скорости вращения передних и задних колес. Система на самом деле очень надежная и отказывает крайне редко. В нашей практике чаще приходилось иметь дело с заменой задних приводов, чем с ремонтом заднего редуктора. Система в целом надежна, но менять рабочую жидкость крайне желательно раз в 45 тысяч километров пробега. А также не стоит злоупотреблять внедорожными покатушками. При перегреве полный привод на ЦРВ отключится, и вы никак не поймете этого, поскольку никакой дополнительной индикации режима работы 4ВД на этом автомобиле на панели нет. Также в задней части автомобиля мы видим топливный бак. Он здесь пластиковый, его объем 58 литров. При осмотре понравившегося экземпляра, особенно если на днище автомобиля присутствует довольно основательная ржавчина, на всякий пожарный, проверьте места крепления продольного рычага задней подвески, поскольку у этих автомобилей бывают прецеденты, когда место крепления настолько прогнило, что рычаг банально вырывает. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda CR-V. Это 2011 год, рестайлинг 2.4, автомат пробег 186 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автомобиль, и вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, вам есть чем нас поправить, чем дополнить, все это прописывайте в комментариях. Люди, которые думают, покупать или нет подобную машину, могут принять правильное решение, основываясь именно на вашем опыте. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался у нас на подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео в свет машина все еще будет продаваться в компании RDM Import в городе Новосибирске. Все интересующие у вас доп. информацию, включая цену на текущий момент времени, уточняйте по телефону. Он указан в описании, на нем же есть WhatsApp. Пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор понравился, оказался полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте писать в комментариях свои пожелания относительно того, какие автомобили вы хотели бы видеть на подъемнике в будущем. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!